ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ В Бурятии произошел взрыв на Гусиноозерской ГРЭС. Под отключение электричества попали 75 населенных пунктов, более 115 тысяч человек и 190 социально значимых объектов. Об этом заявил гауляйтер Бурятии Алексей Циденов. Массовые отключения электричества начались ночью 16 июля. Гусиноозерская ГРЭС вырабатывает электрическую энергию для потребителей Бурятии и Забайкальского края. В результате аварии из строя вышли два энергоблока из трех. Кроме того, на ростовской атомной электростанции автоматическая система защиты отключила один из энергоблоков. Официальная причина – неполадки на турбогенераторе. Росатом сообщил, что радиационный фон якобы остается в норме. Из-за сбоя на юге России введены ограничения энергопотребления на полтора гигаватт. Введены графики ограничения потребления. Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией половину Ростовской области, а также подает электричество в Краснодарский и Ставропольский края и Волгоградскую область. Администрация Краснодара сообщает, что в городе отключились более ста подстанций. Еще немножко, и мы эту электрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не учиться. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Голодные, голодные, без свет. Не будут работать в госпитале, больше хохот будет дохать на операционных столах. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? В Курске пожар на заводе в Курской области после атаки беспилотников. По словам местных жителей, слышали звук пролета и несколько взрывов. Но официальной информации никакой нет, загорелось по официальной информации. Даже так, по официальной информации ничего не горело, соответственно, никто и не пострадал. Ну, потому что если ничего не горело, ну, априори никто не пострадал. Ну, а то, что там на видео кто-то снял, это все, эти жители постоянно какую-то ерунду снимают, может, вообще не рассеть, нарисовало. Вчера беспилотник атаковал электроподстанцию в Липецкой области. Вообще, юг и запад России начинают страдать не только от дефицита топлива, но и от дефицита электроэнергии. Вот эта стратегия украинская бить не только по НПЗ, но и по электростанциям, она, конечно, дает свой эффект. Это несравнимо с ситуацией, которая в самой Украине, все-таки у Путина и ракет больше, и бомбардировщики летают. Но, тем не менее, часть жителей Российской Федерации может прочувствовать на своей шкуре, что такое война, когда нихрена не работает. После атаки беспилотника загорелось 14 июля позавчера нефтебаза под Ростовом. Давайте видео посмотрим. Да, я успел. Пожар уже потушен, ну и, конечно же, никто не пострадал. У нас автоматизированные нефтебазы, там некому страдать. Ну и у меня для вас всегда хорошие новости есть. Резиденцию Путина на Валдае защитили дополнительной системой ПВО. Эти системы видно даже на Google Maps. Google Maps пока уже тоже работает в России, поэтому можете сами проверить. Там раньше уже, с самого начала войны, стоял панцирь, а теперь поставили еще один панцирь, потому что два панциря лучше, чем один панцирь, согласитесь. Так что вот пока эти всякие НПЗ, энергосистемы и прочая вся эта херня никому не нужная горит, самое главное наше достояние, резиденции великого вождя надежно защищены, вождю ничего не угрожает, кроме того, что если только собственным ядом захлебнется, а так в целом все хорошо, можно не волноваться, не волнуйтесь. А остальные его резиденции тоже, тоже хорошо защищены, тоже панцири там стоят, все в панцире, все в броне, можно даже сказать. В Башкирии произошел пожар на овощебазе, с беспилотниками это никак не связано, просто 11-го числа загорелась овощебаза в Стерель-Тамаке, вот так это выглядит. Заодно сгорела и газель с арбузами, но никто не пострадал, кроме тех людей, которым не достанется арбузов. В Подмосковье 11-го июля сгорел многоэтажный дом, пожар начался на последнем этаже, но охватил в итоге всю крышу здания. Я вот немножечко не понимаю, как в 2024, то есть видно на видео, что дом достаточно новый, из чего была сделана крыша, что из одной квартиры огонь смог просто всю крышу спалить. Но, к счастью, информации о пострадавших нет, а это значит, что никто не пострадал. Потому что кто-нибудь пострадал, нам бы обязательно об этом рассказали. В Батайске, это Ростовская область, 9-го июля тоже крупный пожар в жилом доме произошел. Настолько серьезный. Можно включить видео, давайте посмотрим. Настолько мощный. Ну, там видно на видео, что пожарные на всякий случай эвакуировали даже соседние дома. Ну, к счастью, опять же, всех вовремя эвакуировали, всем помогли, поэтому о пострадавших информации нет. Ну, соответственно, никто и не пострадал. Можно посмотреть, как, собственно, рухнула кровля дома. То есть вот так бодро и мощно горят жилые дома. Куда смотрит госпользонадзор вообще, из чего строят наши дома, это отдельный большой вопрос. Что, в принципе, одна нерадивая квартира может спалить весь многоквартирный дом вот так вот запросто. В особенности последний этаж. Но есть и хорошие новости. Хорошие новости тоже есть, как я уже сказал. Никогда не бывает без хороших новостей. В Краснодарском крае сгорел суд. Тут можно включить видео, а я пока расскажу. Новости про суд. В Российской Федерации власти решили, что вот эта история равный доступ к суду. Что каждый холоп может пойти в суд, в том числе на Боярина, написать какой-то донос и в суде с ним судиться, и какой-нибудь мелкий бизнес может взять и на Газпром какую-нибудь заяву накатать. Что это все надо прекращать. Прекращать. Это все пережитки западные вот этого равного доступа к суду, то, что есть какие-то права, отмена сословий. Что это все пережитки. А в традиционных ценностях холопов их барин сам рассудит. А если поссорились холопы у двух бояр, то бояре между собой и паришат. А если чей холоп обидел другого холопа, то этот боярин биру какой-нибудь выплатит тому боярину. И вопрос решится. В общем, решили, что надо завязывать. Что все, как у Малишины, ходят в суд, занимают важных людей, серьезных, всякой херней. Ну, правда, ну вот это что? Ну, кто кого переехал, например, ребенка сбил пьяный единорос. Ну, это что, проблема, что ли? Ну, ребенков еще много, единоросов мало. Вот, поэтому надо все это завязывать. Решили власти и существенно, существенно повысили цены обращения в суд. Ну, то есть раньше, если все-таки взносы и госпошлины были в большей степени формальными, в большей степени формальными, то теперь это становятся такие заметные суммы. Например, пошлина по заявлениям имущественного характера. Ну, например, хотите вы квартиру, вот имущественного характера от миллиона рублей, это кажется, что миллион рублей – большие деньги, но на самом деле любой гражданский суд вокруг квартиры, например, будет требовать оплаты пошлины в 1%. Ну, то есть хочешь там за 5-миллионную квартиру посудиться там с родственниками, не с родственниками, пожалуйста, 50 пусков отвали суду. Это в начале только, не считая еще юристов и прочего. Предельной ставки нет, поэтому если за московскую квартиру судиться, то можно и 500 вполне себе загнать в суду. Для физлиц тоже по всяким неимущественным заявлениям, по нормативным актам, при расторжении брака тоже с 300-600 рублей подняли до 5-10 тысяч. Ну, то есть сразу пятерочку занес. Если нет пятерочки, нехер сутки. Зачем? Нет пятерки? Все. Зачем отнимать? Занятые люди в суде, у них много дел. Много дел, буквально много дел. Поэтому нет пятерки? Ну, все. Сирота какой, которому квартиру не дали. Или вначале идешь на войну, заработал деньги, потом в суд. А то, видишь, каждый ходит в суд как к себе домой. Там очереди какие-то. Я вот был много раз в суде. Последний раз мне там 3 миллиона штраф присудили за то, что вызвал полицейских по вызову. Они вроде как отработали с клиентами, а оплату просили. И я-то не вызывал, на самом деле. Ну, это как-то посчитали, что все равно виноват. Они же приехали. Ложный вызов, может, или еще что. Ну, в общем, история старая, не суть. И там действительно очереди, но надо завязывать с этим. Только богатые должны иметь право на суд. А бедным на хрена в суд вообще? Они все равно бедные, у них ничего нет. О чем следиться-то вообще? Так что нет пятерки, нечего в суде делать. Все. Все твердо и четко решил великий вождь. Вот. Так вообще, да, все правильно. Если с единороссом каким-то, и не о чем судиться вообще. Все правильно. Ни за какие деньги не нужно судиться с единороссами. Да и безнадежное это дело. Если какой депутат от Единой России, так ему все можно. Все можно. В коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно.